Героям нашего следующего сюжета пришлось многое пережить, но несмотря на жизненные трудности, проблемы со здоровьем, они радуются каждому дню, полны сил и оптимизма. Речь идет об участниках районного фестиваля творчества инвалидов «Мы есть у тебя Россия». Этот проект не только дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья проявить себя, продемонстрировать свои таланты, но и открывает новые перспективы для их творчества. Подробности в следующем материале выпуска. Фестиваль «Конкурс творчества инвалидов «Мы есть у тебя Россия» в нашем районе проводится уже более 10 лет. И каждый раз его участники не перестают удивлять своими талантами и мастерством. На выставке декоративно-прикладного творчества славянские рукодельницы представили свои самые лучшие работы. Надежда Головко вышивкой занимается уже более 15 лет. В ее копилке около 200 вышитых картин. Каждая – это настоящее произведение искусства. «Картины я сделала за год. Это японская тема. Времена года. Это девушка зима, осень, лето и весна. И девушка в сакурном саду – это моя большая гордость». Ольга Ларионова из целинного сельского поселения нашла себя в другом виде творчества. Она создает куклы. «Делается она из запекаемого пластика фима. Лепится ручки, личико, все это сам. Потом красками расписывается, каркас выполняется и полностью одевается. Вот я вам показываю кукол-куклу. Он такой пожилой уже, немножко сгорбленный, но он оптимист. И у него, видите, бабочки в душе еще летают». Все образы для своих кукол мастерица придумывает сама. Правда, в ходе работы некоторые персонажи словно оживают и сами начинают диктовать, какими им быть. «Некоторые куколки, они же со своими характерами, очень своеобразные девицы есть. Они, как только образ создается, глаза появляются, они потом начинают диктовать дальнейший свой наряд. И есть даже положение головы. Запекаешь, они в печи меняют. Даже поворот головы меняется, согласно их задумке. И приходится, если ей что-то не нравится, приходится дополнять костюм. Дополняешь, как вот эта кукла, она называется у меня «Царская птица». Но тут, видите, сколько деталировки, очень много. И поэтому она, конечно, заняла очень много времени». Много времени на творчество тратит и Клавдия Подлеснова. Свои 80. Клавдия Петровна вяжет и делает всевозможные украшения для детей. Большую часть своих работ мастерица дарит. Внуки и правнуки одними из первых оценили мастерство своей бабушки. «Внуки все у меня в этих. И в коронках, и внуки, и правнуки. У меня четверо внуков. Уже пятеро правнуков. Правнучка есть с поделочками, с короночками. Любит очень короночки. Потом еще делаю браслетики на ручку. Оденет, ходит». На выставке были представлены творческие работы, выполненные в самых разных техниках. Картины, оригами, бисер, вязание и даже необычные инсталляции, созданные из подручных материалов. Работы конкурсантов оценивало жюри. Выбрать лучших среди такого многообразия талантов было непросто. Поэтому все участники выставки были награждены благодарственными письмами главы района. Фестиваль творчества продолжился в зале Городского дома культуры. Участников поприветствовала депутат районного совета Юлия Вишнякова. «Сегодня мы с вами собрались в этом уютном зале, где много людей. Людей мужественных, людей сильных, которые, несмотря на свои трудности и несмотря на свое состояние здоровья, ценят каждую минуту своей жизни. Фестиваль – это праздник. Праздник радости, праздник общения, познания, обмены опытом. Я хочу сказать, что сегодня на этом фестивале самые яркие звезды – это вы. И хочу поблагодарить вас за ваше творчество, за ваше терпение, пожелать вам здоровья, удачи, творческих успехов. Дерзайте и в добрый путь! Заявки на участие в фестивале подали 35 творческих коллективов и сольных исполнителей. В каком жанре выступать и с каким репертуаром артисты выбирали сами. Народные песни, романсы, стихи. На целых два часа сцена Дома культуры превратилась в одну большую творческую площадку. Буря огульная, белоскольная, светлых помыслов по снах. Буря огульная, хлебоскольная, пректами сохранена. Выступление артистов оценивало жюри, которая, посовещавшись, решила – в этот день не будет победителей и проигравших. Абсолютно всем участникам фестиваля вручили почетные грамоты главы района. А лучшие из лучших примут участие в районном мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».